Сити-менеджер Справедливая Россия кандидатов также не представила, а лидер тульских эсеров Владислав Сухорученков объяснил, что их партия не будет поддерживать кандидатуру Евгения Авилова от «Единой России». Мы считаем, что нужно быть реалистами. При таком соотношении голосов между «Единой Россией» и «Справедливой Россией» в городской думе у нашего кандидата нет шансов абсолютно. Тульские коммунисты тоже заявляют, что за Евгения Авилова не будут голосовать. Но и от своей партии альтернативу не предложили. Во-первых, мы против такого вообще подхода к назначению. Коммунистическая партия всегда говорила о том, что выборы должны быть народными и общедоступными. А когда несколько человек определяют судьбу города, назначая тем самым главу через конкурс, мы считаем, что это неправильно. Логика в этих шагах действительно есть. Ведь ни для кого не секрет, что губернатор сделал выбор в пользу Евгения Авилова. А парламентарии, правда, не все, но поддержат нынешнего мэра города. Но, с другой стороны, оппозиционные силы могли выдвинуть единого кандидата. Но такой вариант партии не предложили. А в этом случае остается только один кандидат, что делает выборы безальтернативными. Елена Романова, Тарас Якимов, Телетула.